Всем привет! С вами снова я Настя. И сегодняшнее видео будет у нас снято совместно с Леной. Всем привет! Меня зовут Лена и мы, наверное, начнем снимать наш тег. Сегодняшний тег у нас называется... как называется? Проблемы белых. Я не люблю старбукс, потому что у них не такой вкусный кофе. Но пускай это будет латте карамельно-ореховое. Я вообще не люблю старбукс. Поэтому мой любимый напиток старбукс? Никакой. Второй вопрос. Как долго собираешься по утрам? На встречу часа два. Я сегодня, например, на встречу к Насте собиралась где-то полтора часа. Но я торопилась, потому что я думала, что я опоздаю, но в итоге опоздала она. На пять минут, на пять минут это... Вообще-то на десять. Да? Да. Ну ладно. Петя, как много селфи ты делаешь за один день? Миллиард. Просто тык-тык-тык. И даже пока я не буду снимать видео, я думаю, пару селфи я точно сделаю. Но я снимаю обычно максимум, там, в день селфи три-четыре, отбираю одно-два, надо уже делать. Я уже делаю селфи. Вот. И, в принципе, выкладываю иногда. Могу сделать селфи, там, четыре фотки и ничего не выложу. Я могу сделать миллион и ноль выложить. Я просто, я не знаю, люблю сам процесс, вот, делать селфи, потому что это интересно, ты смотришь на себя с разных ракурсов, как-то и выглядит. Там сейчас свадьба просто, там тоже делают селфи. И весь мир полон селфи. И на нас сейчас смотрят. Да. Давай дальше. Так, у нас четвертый вопрос. Сколько читателей в Инстаграм? Боже мой. У меня, кстати, немного. У меня тоже, я, кстати, подготовилась, я даже сделала фотку своего Инстаграма, и я не могу её найти. А, у меня 24. А, у меня круче, у меня 129 селфи, вот, не знаю, там видно что-нибудь, 129, и у меня Инстаграм не читать. Если что, добавляетесь? Да, конечно. У меня 94, и у меня скрытый профайл, поэтому, если хотите добавляться, то там... А, типа, я приму не всех, я... Нет, просто я маскируюсь, мало ли там какие-нибудь фотографии палевные. Так, пятое. Говоришь ли ты в жизни лол и о май гад? Нет. Нет. Это вообще ужасная фраза. Да это какой-то бред, это такое ощущение, когда ты свою жизнь как бы переносишь интернет. То есть, входишь, короче, какая-то жизнь. Про лол у меня, у мальчика на работе, у него туторовка была, у него написано лол. Да ладно. Ну, такой смелый мальчик. Так, ты расист, ты расист, это вопрос. Вообще-то был другой, ну ладно. Ты пропустила шестой. Без черта его. Ей нравится тема про расизм. Ну я не расист, я люблю черных. Нельзя говорить черных. Так, ладно, не будем. На самом деле я не расистка, но честно признаюсь, некоторых людей, капказскую национальность я не очень люблю. Поняли, да? Только любите меня, ладно? Отпишитесь от нее все сразу. Нет, это зависит от людей просто. Допустим, некоторые... Вдагестанцы не очень вежливые. Но некоторые русские тоже. Да. Тут все зависит как бы от человека. Да, мы поменяли вопросы, поэтому... Типа седьмой, это теперь, носишь ли ты одну и ту же вещь дважды? Нет, мы Paris Hilton, у нас огромный кардероб и каждую вещь мы носим по одному разу. Конечно. Вообще, один раз и выбросить к чертям, это просто старье. Да, на самом деле, конечно же, мы носим по два раза и более. И по три, и по пару лет. Да, в зависимости от того, схоронится или нет. Поэтому, к сожалению, мы пока не олигархи... Нет, даже олигархи, мне кажется, не так часто меняют гардероб. Конечно. Короче, мы не Paris Hilton, мы просто Настя и просто Лея. Инстаграм, Твиттер или Тамблер? На самом деле, я на Твиттере вообще не зарегистрирована, в Тамблере я тоже не сижу, поэтому Инстаграм. Блин, а я, наверное, выберу Твиттер. Ты в Твиттере сидишь? Да, я обожаю Твиттер, блин. Я вообще никого не читаю. Нет, я именно люблю Твиттер за то, что у него больше возможностей, чем у Инстаграма. Я понимаю, что круто в Инстаграм добавили, типа, можно видео делать, но Твиттер это круче. Там можно и фотки выставлять, и что-то писать, и видео кидать, и какие-то ссылки, блин, мне кажется... А что тебе мешает вот Инстаграма внизу? А потому что на ней перейти нельзя, и даже скопировать нельзя. Короче, нужно потом это перебивать, да. Я просто об этом недавно узнала, поэтому я за Твиттер. Так... Как часто делаешь маникюр? Два раза в неделю, наверное, в зависимости от лака. Если шлаг, то вообще как через две недели. А так и через три. Ну, у меня как бы долгая история. У меня нет ногтей. Ну, они как бы есть, но их как бы нет. И поэтому... Ты отстригаешь? Нет, я всю жизнь их грызла. Просто как бурундук. И поэтому сейчас я пытаюсь, я просто маню, чтобы они хоть чуть-чуть отросли, и стараюсь делать. Знаешь, такие в детстве были лаки, горьки, короче, мажешь ими, и потом, когда брундук носишь... Да, мне не помогало. Нет. С перцем, да? Мне перцем мазали. О! Еще бы чили сказала бы. Да все. Я не исправила. Я люблю свои ногти. Давай, десятый. Мне нравится этот вопрос. Ты шопоголик. Да. Почему? Когда я захожу в магазин, и мне что-то нравится, я обязательно это хочу. А так как я захожу часто в магазин, и мне все время что-то нравится. Мне много что-то нравится. И когда, допустим, я покупаю одну кофту, я сразу подбираю уже целый образ. Я ищу вниз, допустим, брюки, юбка, туфли, сумка, украшения. И вы понимаете, да? Как бы вместо одной вещи я уже несколько покупаю. А я точно не шопоголик. Я люблю одежду, но, не знаю, мне кажется, шопоголизм — это когда ты покупаешь одежду не для того, чтобы создать образ какой-то, а просто ради удовольствия, чтобы купить. Нет. Я тогда не шопоголик. Я просто люблю одежду, я люблю ее носить, а не покупать. Нет, у меня так бывает иногда с некоторыми комбинезонными платьями. Я покупаю, меряю, а потом едом это не понравится. И оно лежит, и думаю, ну похуде я одену. И так и висит. Да ладно, хватит худеть. Девочки, весь мир за моделей размера плюс. Так что всё. Не, ну главное, чтобы оно слишком вкусно. Оно! 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 Это инородное тело! Да. Жесть. Так. Фоткаешь свою еду? Очень редко, если мне понравилось какое-то экзотическое блудо, оно красиво украшено, и, допустим, в Москве ее вообще не встречу туда, я фотографирую. Я тоже сам. Или похвастаться, типа, смотрите, какая огромная рыба, я всю ее съем. Да это вообще бред, зачем фоткать еду? Типа, смотрите, что я съел, я крутой. А что? Сейчас меня парень мой убьет, мы когда ездили в Таиланде, там есть такой фуджи ресторан. Ты когда заказываешь какое-то блюдо, эти пищи дополнительно провинались там рис, салат, еще что-то. Нелкие такие блюдочки, знаете, как-то в ресторане кимчи корейской кухни. И вот он тут как-то заказал два или три блюда, таких нормальных, и ему вот эти тарелочки еще по третьему разу ставят. И вот, представляете, он худющий сидит, и весь стол просто в его еде. И у тебя. И у меня там одни роллы, как бы, и воду. Я быстрая, я очень много воды пью, я выпивала свою и прошу у него, дай, пожалуйста, один глоточек сделать. На что он мне вот таким сомневался. Только один. Вот в этот момент я его фотографировала, потому что как в такого человека может столько вообще просто влезть еды. Поэтому да. И да, девочки, вы слышали ключевые слова у Насти? Она пьет много воды. Девочки, пейте воду! Я просто, мне кажется, я в каждом видео говорю, девочки, пейте воду. Потому что девочки, пейте воду. Только негазированную. Да, негазированную и желательно обычную. Кстати, как правильно? Негазированную или негазированную? Не, негазированную и стил, короче. Будем как... Стил... Да. С лимоном, римонами. Он и стил воду. Так, у меня уже погасло. Как я провожу большую часть своего времени? Но я как дарамщик, я провожу время с дарамами. Когда мне скучно, я не могу пойти погулять с друзьями. А так я гуляю. И ем. И ем. Гуляю. Ну я тоже ем, я тоже гуляю. Все мы люди. Да, все мы люди. Из сериалов я в последнее время стала смотреть «Угруппы столов». Мне нравится, но очень много обнаженных тел. Я не могу это посмотреть. Кто-то говорил, что там даже секс с динозаврами есть. Или точнее, сараконные. Я еще не дошла до этого, конечно. Но там очень много пиписек и сисек. Это как настоящие крофтов тоже вечно. Писки-сиски. О, зачем? Зачем? Ай, да. Так, перейдем от секса. Так. Сколько раз вы смотрели «Дринные девчонки»? Это фильм вообще с митнес-питечной? Нет, «Дринные девчонки» это фильм. Там, где снималась, по-моему, Линси Лохан, Аманда Сейфрид и какие... А-а-а! Мак Адамс. Они как-то так зовут. И все, я поняла. Да, смотрела... Я смотрела раза три. Два где-то. Идло. Если бы я не вспомнила, что там Линси Лохан, я бы не вспомнила чуть зафиг. Я смотрела только ради Аманда Сейфрид. Я ее очень люблю. Ты, наверное, одна из моих любимых актрис вообще современных. И говорят, что я на нее похожа. Не знаю. А как же потом фото? Да, ты что, не помнишь Аманду? У нее там большие голубые глаза и светлые-светлые волосы. У меня фотогеничная память, я только по лицу вспоминаю. Я тебе покажу. Так, ладно. У вас много одежды? У меня нет. Честно, он много валяется в шкафу, но я не все ношу. Так, а у меня просто как бы последний вопрос. А вот ты красила? Ты краситься. Ты краситься каждый день. Хороший вопрос. Ты краситься каждый день? Краситься. Мы иностранки, да. Я крашусь не каждый день, потому что когда мне нужно идти только до магазина, я не крашусь. Потому что у меня проблемная кожа и лишний раз себя мазать тоналки, ну как сейчас. Я не вижу нужных. Поэтому нет. Ну, я крашусь каждый день. Но ресницы? Да, я не могу назвать так, что я прям крашусь. Даже сейчас тоналки особо не вижу. У меня тоналки нету. У меня губы тушиные, брови чуть-чуть. Ну как я? Катуриной. Ну я не очень люблю косметику. Мне кажется, она старенькая. Ну вот она молодых девушек старенькая, а взрослых женщин она наоборот молоденькая. Шестнадцать. Каковы ваши средние оценки в школе? Ну, вероятно, я уже давно не учусь в школе. В основном я была хорошисткой, но были пару предметов, где мне преподаватели ставили тройки. Мне не отрицают. Математика? Да, я ненавидела... Не, ну потом, кстати, все исправилось. Я просто ненавидела свою математичку, если она смотрит это видео. Ну хоть опять же. Просто она стущий ад. Может, моя на классе меня не поддержит, но я считаю, что есть такие преподаватели, которые, знаете, детей чуть ли не до истерик доводят. Вот она одна из таких вот... Особенно математички. Да. Отбила всю любовь. Мы любим математику. Как вы обычно укладываете волосы? Феном и утюжком. Ну, кудряшки иногда даже утюжком делаю. То же самое. Я вообще, я не люблю укладывать волосы. У меня, ну, как бы, мои нормальные волосы, это очень кудрявые. Поэтому иногда мне хочется, наоборот, не нравится то, что они у меня кудрявые, а иногда... Ну, мне вроде, да, ничего. Вот, укладываюсь таким образом утюжком, вытянули и готово. Так, и последний вопрос. Вы всегда выглядите презентабельно. Да. Что такое презентабельно? Ну, вообще, как бы, мне кажется, это... Вообще... Моем, я думаю, это нарядно, как бы, и при этом, ну, может быть, сдержанный вид, но при этом аккуратно. Почему слово презентабельно? От слова презент, подарок, значит... С банком. Выглядишь, как подарок, я не знаю. У нас там невеста, он сейчас реально как подарок выглядит. По сравнению с ними, мы, по-моему, не презентабельно. Да. Да, смотря вот на фоне чуху. На фоне друг друга мы вроде презентабельны. А на фоне невесты мы просто... Уже нет. Нет, на самом деле, допустим, даже... Нет, я не всегда выгляжу презентабельно, потому что иногда могу надеть шорты, майку, кроссовки, сделать себе хвост, пучок, не накрасившись. Ну, вроде бы, такое простое, но при этом... Презентабельно. Нет, нет, не презентабельный вид совсем. Ну, вот я считаю презентабельным, когда ты одет более-менее сдержанно, красиво, аккуратно. Если у тебя там волосы торчат, тут ничего не накрашено, как бы время парикматики, что лица нету, то да, это уже никакая. Не презентабельная совсем. Ну, я стараюсь выглядеть презентабельно, хотя я не совсем понимаю, как бы бит презентабельный какой, но для меня презентабельный это просто... Ты выглядишь хорошо. Как-то так. Ну, стараюсь выглядеть хорошо. Ладно. В общем, девчонки, это был последний вопрос. Надеюсь, вам понравилось это видео. Всех люблю, целую. Да, ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на наши каналы. Ссылочку на Ленин канал у меня на канале вы найдете внизу под описанием. И ссылочку на Настю на канал вы найдете у меня в описании. Все просто. Всем пока.